Итак, переходим к восьмой части. Пенсионный аннуитет. Нужна сумма для его оформления. В соответствии со статьей 59 страховые выплаты из страховых организаций. То есть, если вы заключите договор пенсионного аннуитета и переведете деньги обязательно на пенсионный взнос или профессиональный пенсионный взнос или добровольный пенсионный взнос в страховую компанию при достаточном накоплении, то вы сможете получать выплаты уже не из пенсионного фонда, а страховой компании. Пенсионный аннуитет, он пожизненный. Это обязательно. Если ваших денег не хватает в пенсионном фонде, единого накопительного пенсионного фонда, вы можете доложить свои собственные деньги и оформить пенсию. Для кого это важно? Ну, для тех, кому сейчас 55 лет, а женщинам 51 год. Я думаю, что это будет удобно. Почему? Потому что будет изменяться пенсионный законодательство. В России, например, такого пенсионного аннуитета нет. В Белоруссии такого пенсионного аннуитета есть только в Казахстане. Кроме того, если взрослые дети хотят побеспокоиться о своих родителях, то они вправе оформить пенсионный аннуитет для своих родителей. И тогда они могут не жить вместе с родителями. Но, тем не менее, страховые компании будут о них заботиться, неважно, где они будут проживать. Сейчас очень такая тенденция. Я вот был на выставке образования. Кто только не приезжает к нам. Польша вообще страна ни о чем и ни о ком. Чехословакия, у которой ничего практически не существует. Арабские эмираты приезжают и проводят обучение. Ну, это просто доильнее. Англия вообще без никакого образования. Америка с умершим образованием практически. То есть какие-то приезжают европейские страны для того, чтобы с наших состоятельных граждан просто высосать деньги. Что они дадут детям? Ничего не дадут. И тогда возникает опрос. Хорошо, вы накопили деньги. Отправили детей учиться там. Эту Польшу, которая ненавидит наше прошлое. Ненавидит наших дедов, которые победили эту страну. Ведь Польша хотела быть союзницей с Гитлером и строила планы. Из Чехословакии, которая, как и в Польше, сносит памятники нашим дедам за нашу победу. Позирает за это нас. Франция, которая лежала под Гитлером. Англия, которая спонсировала Гитлера. Америка, которая вообще собиралась уничтожать. Что Америку, что Германию, что Советский Союз. Арабские Эмираты, которые вообще... Люди, которые держат пачку денег, не могут построить никакой завод у себя. Лишены такого суверенитета. Швейцария, которая... Ну, это вообще кровосос какой-то, который сидит и просто высылает свои деньги. Ну, там хозяева мира, как бы, условно хранят деньги. И вот, представьте, вы отправите туда детей. Они в этом обществе будут жить. Потому что 17, 18, 20, 25 лет. Это такой образ. Ну, вы вспомните наше время. Это влюбленность, это планы какие-то. И молодые люди в этот период впитывают в себя окружающую среду. И какая она будет, такие не будут. Если они будут учиться в Польше, они впитают ненависть к нашим дедам за победу над их прадедами, которые уничтожали нашу страну. И они будут также относиться к вам. Вы смотрите, сейчас уже молодежь говорит, что там в Советский Союз, да лишь бы уничтожить этот коммунизм, ну, чтобы ничего не было. Посмотрите, ну, Украина, это вообще царство сатаны. Это будет Польша, это будет Чехословакия, это будет Швейцария, это будет Франция, это будет Германия. Это будет во всех странах, которые просто ненавидят нас по факту существования. И вы отправляете детей туда. Они приедут с собственным образованием. Вы думаете, они останутся в этой стране жить? Нет. Я был на презентации, слушал менеджера отелей, гостиниц. О чем они говорят? О том, что они могут построить карьеру. Вы думаете, кто-нибудь из них сказал, что они приедут в эту страну и подымут эту страну? Нет. Они говорят, что они могут жить в Швейцарии, они могут быть в Италии, они могут быть в Австралии, они могут быть в Америке, они будут в Англии. Но никто не сказал, что они могут вернуться в Казахстан. И с этими мыслями дети будут учиться. Они уедут и к вам уже не вернутся. Это люди, которые будут выращены в другой формации, с другим образом мышления. И тогда возникает вопрос. Хорошо, вы оплатили их обучение. Но они, бывают, конечно, исключения. Но процентов 60-70 просто к вам не вернутся. На что будем жить мы? Пенсионный аннуитет это как раз возможность оформить нам пенсионное содержание, чтобы мы на что-то жили. База пенсионного опыта у нас будет. Солидарная пенсионная у нас есть. И еще мы можем оформить пенсионный аннуитет. Для чего пенсионный аннуитет? Если мы 13 миллионов, которые там есть необходимые, 10 миллионов, 7 миллионов, нам бы дадут руки. На что мы потратим? Конечно, на новую машину, на вещи какие-то и на образование детей. Поэтому государство в данном случае поступает немного разумно, в том плане, что оно не дает деньги потратить сразу. Другое дело, что в Советском Союзе было это реализовано по-другому. Но не выплачивали всю заработную плату. Но государство брало на себя обязательства по содержанию пенсионеров. И вспомните этих пенсионеров, когда была пенсия 70, это минимальная зарплата, были 120 рублей, было 200 рублей. Эти были солидные деньги, причем настоящие деньги, на которые пенсионеры содержали своих еще балдует детей. Сейчас, к сожалению, такого нет. И пенсионный аннуитет – это возможность, даже если вы разослали своих детей по всему миру, и если они даже к вам не вернутся, то страховая компания сможет побеспокоиться о вашем пенсионном аннуитете. Лично я в следующем году, когда мне исполнилось 55 лет, собираюсь оформить пенсионный аннуитет. При выборе страховой компании, в соответствии с статьей 60, я могу свободно выбрать страховую компанию самостоятельно. При этом мне у нас на сегодняшний день, по-моему, около 70 компаний по страхованию жизни. И они вам предложат условия. Посмотрите у всех. При этом вы даже можете до этого момента стать их агентами, рассказать другим людям, заработать сами. И при этом еще оформить себе пенсионный аннуитет уже со знанием дела. На сайте единонакопительного пенсионного фонда есть такой сервис. Электронные сервисы. И здесь есть калькулятор. Калькулятор по... Пенсионный калькулятор. По достаточности накоплений для оформления пенсионного аннуитета. Он так и называется. Перевод накопления в КСЖ. Компанию по страхованию жизни. Так это расшифровывается. Мы берем, выбираем мужчину или женщину. Мы, например, выбираем мужчину. Возраст, который может оформить мужчина. Пенсионный аннуитет 55 лет. 55. 55. 55. Отлично. Есть гарантийный период. Что такое гарантийный период? Это когда деньги будут все равно выплачиваться. Или человек, который оформил пенсионный аннуитет. Или его наследника. Наследников вы можете оформить себе сами. Лично. Внуков. Супругу или супругу близких, родных. Благодарительный фонд можете оформить. То есть, есть гарантийный период и безгарантийный период. Если мы задаем такие данные, мы формируем результат. И что мы видим? Чтобы мужчина оформил пенсионный аннуитет в этом году в 55 лет, ему нужно иметь накопление 9 миллионов 710 тысяч 244 тенге. Я создал такую небольшую таблицу, которая внес возраст 55 лет, минимальная пенсия в этом году 36 тысяч 108 тенге. Необходимо накопление безгарантийного периода 9 миллионов 710 тысяч 244 тенге. Количество в месяцах. То есть, необходимую сумму делим на минимальную пенсию. Потому что одно из условий оформления пенсионного аннуитета. Если этих денег хватит на выплату ежемесячной пенсии. Не ниже, чем установлено республиканским бюджетом. Итого, значит, этих денег хватит на 269 месяцев. Это 22 года. Значит, чтобы эти деньги, условно говоря, со страховой компанией получить, нужно с 55 лет дожить до 70 лет. Понятная философия, да? Далее. Есть максимальный гарантированный период. Это 55 лет. 55 лет. Для этого человеку необходимо 18 миллионов 461 тысяча 143 тенге. Вот я поставил 18 миллионов. Это значит 511 месяцев. Количество лет это 43 года. Значит, нужно дожить до 98 лет. Но это 55 лет гарантированный период. Это значит, нам было 55 лет. Плюс 55 лет гарантированно. Значит, гарантированный выплат до 110 лет. Даже если человек ушел 98 лет и деньги кончились, и все равно еще 12 лет будут производиться выплаты. Это примерно 5 миллионов 370 тысяч. Это будет доплачена страховая компания. За счет того, что есть инвестиционный доход. Эти деньги не просто выражат. Они должны куда-то вкладывать, получать инвестиционный доход. Или доходность примерно 29%. 55 лет. Но у меня таких денег нет. 18 миллионов. Я взял и примерно рассчитал, что мне нужно 40 лет. Гарантированный период. Вот 40 лет. 40 лет для мужчины нужно накоплением 14 миллионов 455 тысяч. Мои накопления составляют 13 миллионов 490 тысяч. А мне нужно 14. Но я думаю, к следующему году это у меня уже будут. Такие деньги. 18 часов. Итого, если 14 миллионов 455 тысяч, это значит 400 месяцев. Это 33 года. Значит, мои деньги закончатся, которые я передал страховую компанию, 88 лет. Но так как гарантированный период 40 лет, значит и я до 95 лет. До 95 лет моих будут производить свои выплаты. Даже если я не буду жив, все равно кому-то будут выплачиваться. Итого, доходность от этих вложений будет примерно 2 миллиона 800. Это примерно 19% от общей суммы вложения. Выгодно вам или это невыгодно? Каждый решает сам. Абсолютно. Но если мы своих детей отправим по миру, и они будут гражданами мира, а у них появятся жены, у них появятся дети, и не факт, что жена будет наша, с нашей стороны. Появятся дети, а у его жены или супруга есть свои родители. И, соответственно, эти люди останутся. Много примеров, когда отправляли люди в Германию после развала Советского Союза. Кто-то в Израиль, кто из них вернулся. Как правило, детей оставляют там. Если возвращаются сами, то уже и дети не возвращаются, и они туда уехать не могут. Если они уезжают туда, дети начинают путешествовать, создают семьи. А в Европейском обществе вы знаете, что там царит что? Царит как бы такая философия, что каждый должен накопить себе сам. Я сам эту философию преподавал, и я со временем понимаю, что семья – это когда ребенок, родители и еще бабушки и дедушки. Семь человек, когда находятся, три поколения вместе живут. В этом случае есть семья, а так это ячейки общества. И что бы не происходило с детьми, что бы не происходило с внуками, чтобы нам оставаться материально обеспечены, можно оформить пенсионный университет. Как это будет отрабатываться, я не могу до конца сказать, это уже забота правительства, потому что эти гарантии сохранности накопления страхового компании – это тоже финансовые инструменты. И Национальный банк должен контролировать это. Так как наш Национальный банк принадлежит правительству, но не отвечает по его обязательствам, вот такая тоже фотосмагория, там очень сложное отношение, потому что мы находимся под внешним управлением, наша страна не свободна. И мы сейчас пытаемся оттуда вырваться. С помощью России пытаемся вырваться от этого финансового доминирования Соединенных Штатов Америки, ну а ЗАГС, условно говоря. Мы пытаемся это выбрать. Я думаю, что правительство должно нас защитить. Мне нравится сегодняшний президент Такаев, потому что этот человек с достойным образованием, советское образование, ГИМО, закончил человек, который имеет образование. У господина ЗАГС образования такого не было, кроме партийной школы, и поэтому он нас учил финансовой грамотности. Я думаю, что такой грамотный человек сможет отставить интересы наших граждан, и пенсионные университеты в этом плане достаточно серьезная вещь. То есть мы, кроме солидарной, вот как мы с вами считали, да, кроме солидарной пенсии, кроме базовой пенсионной выплаты, например, в данном моем случае, 45 тысяч плюс 29, и то получается 75, плюс еще 36 тысяч. Это получается примерно, ну, 111 тысяч, да. 111 тысяч – это небольшие деньги, абсолютно небольшие деньги, но они позволят погашать коммунальные услуги и иметь неплохие деньги на пропитание. Это отсутствие машины, скорее всего. Это отсутствие поездок за рубеж, скорее всего. Это отсутствие каких-то увеличительных мероприятий. Да, скорее всего, да. Но это будет достаточно, недостойно, но достаточные средства для материального обеспечения. Поэтому я хотел обратить ваше внимание на этот пенсионный университет. Это возможно сесть, она рассматривается. И вы можете дожить до 63, еще 8 лет не получать ничего. Можно оформить пенсионный университет 55 лет, а можно до 63 лет. Но есть такая интересная вещь, как компенсация до уровня инфляции. Я вам об этом рассказывал. Проблема в том, что компенсация до уровня инфляции – это то, что нам объявляет инфляцию. Ну, вот посмотрите, насколько поднялись цены у нас на продукты питания. А инфляция нам объявляет 4%. Но это не так. Я обращался в Министерство статистики. В соответствии с законом о статистике, вся информация о расчете уровня инфляции засекречена. Это на уровне закона. Проверить эти данные я не могу. Где они их собирают – тоже не могу. Они не дают такую информацию. Можно, конечно, сейчас кинуть клич, собрать такую схему. И каждый регион будет присылать информацию, зафиксированную, о том, что столько-то стоит хлеб и так далее, и так далее. Проявилась продовольственная корзина, электроэнергия, бензин и так далее. Не помню, сейчас около 50 наименований, по-моему. То есть мы можем это сформировать. Но, во-первых, у меня нет такой массива, то есть хранилища, сколько бы я сохранил, потому что это нужно еще потом подтверждать. Потом это нужно мониторить, потом это нужно будет доказывать. Потом это надо выбрать на постоянной основе такие вещи. То есть это достаточно ответственное мероприятие, чтобы оспаривать уровень инфляции Министерства статистики. Но это нужно человек 5, которые бы в течение года, полтора, наверное, даже двух лет собирали эту информацию, это будущее направление. Для того, чтобы потом можно было с Министерством по статистике соревноваться, определять. Потому что, конечно, в каждом регионе разные цены. Я согласен абсолютно. И потом, эти цены у нас же рынок, так называемый. А на рынке что? Каждый пытается занять доминирующее положение и поднять эти цены. И их надо постоянно контролировать. Потому что в магазинах, находящихся под определенным управлением, определенные цены. На окраине города другие цены, в центре города другие цены, в силе третьи цены. И это надо просто согласовывать, выработать. У меня, честно говоря, на это не хватает сил, не хватает времени для того, чтобы это скоординировать. Хотя, если кто-то из вас захочет поддержать, пожалуйста, пишите мне. Может, я объявлю сбор средств, каких-то пожертвований. Может, мы попробуем посоперничать с Министерством статистики и доказать уровень цен. Может, кто-то этим занимается. Скажите, может, кто-то знает, что кто-то ведет эту информацию, проверен. И может, попробуй поспорить. И тогда мы можем потребовать от правительства признать незаконную информацию о Министерстве по статистике. И доплатить до фактического уровня инфляции, не нарисованной Министерством статистики. Я подозреваю это неверные данные. А до фактического уровня, если мы сможем доказать, ну, это суды, это разбирательство, ну, это серьезная работа, вы поймите. И туда потребуются серьезные специалисты, которые, ну, не всегда будут работать бесплатно. В судах, может быть, да, помогут, но просто рутинную работу, еженедельную работу по сбору информации, упорядоченной информации и так далее, и так далее. Потому что она, ее не просто нужно собрать, ее потом нужно сохранить, а потом еще и доказать. Понимаете? То есть это серьезная работа. И вот о чем я говорю. Если вы оставите деньги в пенсионном фонде, гарантия сохранности пенсионных накоплений вы уже лишаетесь. Как вам исполнился пенсионный возраст? Мужчины 63, женщины 59, 59 с половиной и так далее. При достижении пенсионного возраста деньги остаются в пенсионном фонде. Они выдают вам частями. В предыдущем разделе я вам разговаривал, в седьмой главе я разговаривал, говорил вам об этом. Гарантия уничтожается, то есть снимается полностью. А вам деньги выплачиваются в течение определенного времени, до 79 лет. Какая будет доходность? Я даже вообще не могу себе представить. А если они будут уходить вниз, им даже выгодно уходить вниз, нарисовать небольшой инфляцией уровень, а потом просто людям доплатить разницу. И это все. Причем источник инфляции является сам Национальный банк Республики Казахстан. У меня есть видео по этому поводу. Я еще записывал год 3-4 назад. Поэтому, оставляя деньги после пенсионного возраста в едином накопительном пенсионном фонде, мне кажется, это вообще сумасшедшая идея. Проще его взять в пенсионном ноте. Там что-то можно еще с этим делать. Пенсионный фонд, едином накопительный пенсионный фонд, это только название пенсионных фондов. На самом деле это просто накопительный фонд, который сдерживает наши денежные накопления, чтобы не было инфляции, чтобы не выплеснуть на рынок большого количества денег. Они же накапливаются. А потом я предполагаю, что просто этих денег нет. И выплатить нам нечего. Как я вам сказал, что 22 миллиарда были заблокированы в долларах. И поэтому возникает у государства определенная проблема. И эта проблема вызывает то, что у нас появляется рост цены на доллары. При том, что этот доллар ничем не обеспечен. Все об этом говорят. Но нам говорят, что доллар он стабильный. Почему? Потому что, чтобы с вами рассчитаться, нужно объявить, что наша национальная валюта упала. Когда на заре независимости Республики Казахстан в 1993 году, сколько стоил доллар? 4 тенге. А через неделю он стал 10 тенге. А теперь он стал сколько? 380 тенге. Чем выше курс доллара, тем больше можно напечатать денег. А потом объявить. Вы знаете, мы повысили зарплату госслужащим. Госслужащим в 2 раза. А доллар вырос во сколько раз? В 95 раз. А во сколько поднялись зарплаты? В 10 раз. А доллар вырос в 90 раз. Вот и считайте. Стоит ли это оставлять в этом едином накопительном пенсионном фонде или нет? А восьмую часть я считаю, что я закончил. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Будем обсуждать. А девятая часть это у нас пенсионное обеспечение для военнослужащих по выслуге лет. Доброго вечера. Продолжение следует. Продолжение следует...